всем привет дорогие подписчики и гости канала сегодня мы с вами приготовим необычный яблочно грушевый пирог apple pie из полуфабриката замороженной смеси которую я купила в магазине икея в магазине шведских продуктов вы можете посмотреть обзор этих продуктов по ссылочке в описании к этому видео эта смесь в икее новинка я ее еще ни разу не готовила и давайте вместе приготовим и протестируем что же у нас получится в пакете 700 грамм там я насколько поняла два пакета один пакет с фруктами а другой уже с тестом замороженным при том тесто это в виде крошек посмотрите выпекать нужно 20-25 минут и здесь подробная инструкция вместе с фотографией вот так выглядят внутренние пакетики посмотрите это фрукты и это тесто можно так сказать такое но катушками какими-то похоже на кошачий корм смотрите здесь изображена круглая икеевская форма но мне кажется для такой формы она у меня есть это будет маловато вот этих ингредиентов как-то мне кажется пирог будет такой с проплешинами немножко поэтому можно сделать или вот в такой овальной форме с высокими бортами она тоже из икеи но мне больше хочется сделать такие индивидуальные пирожки маленькие порционные вот таких формах из фикс прайса они тоже жаропрочные я в них еще тоже ни разу не готовила вот как раз и их протестирую и мне кажется этот яблочно-грушевый пай будет очень аппетитно смотреться именно вот в этих формах кстати говоря вот в эту мучную смесь входит кроме муки пшеничной высшего сорта еще входят овсяные хлопья семечки подсолнечника очищены кардамон маргарин сахар и мучная крошка вот все как тут написано а по фруктовой смеси яблоки и груши кусочками пахнут очень вкусно для начала смажем наши формы растительным маслом можно сливочным естественным но мне таким удобным теперь нам по инструкции предлагается высыпать фруктовую смесь на дно я думаю здесь хватит и и даже на пятую форму совершенно точно размораживать заранее ничего не нужно использовать прямо так и высыпаем теперь крошки с тестом оверх фруктов теперь нужно разогреть духовку до 225 градусов поставить эти формы в центр и выпекать около 20-25 минут до образования золотистой корочки вот такие получились у меня пирожные из полуфабриката для яблочно-грушового пая они больше похожи на десерты мне так кажется очень много фруктов получилось и все-таки крошки посмотрите они не разошлись как я думала изначально а так и остались вот такими вот отдельными компонентами сравним с картинкой но приблизительно так и получилось румяная корочка и отдельные вот эти крошки то есть получается как насыпной пирог ароматы присутствуют яблочные грушовые и кардамон как здесь заявлен тоже очень пахнет также я попробовала вот эти крошки мучные и присутствует вкус овсянки мне почему-то хочется еще украсить не сахарной пудрой а положить кусочек пломбира именно холодный кусочек на горячий вот этот яблочный десерт затем клубничку но поскольку сейчас не сезон клубники положу замороженную и листочек мяты в принципе можно спокойно использовать этот полуфабрикат если у вас нет времени если или если вы не любите возиться с подбором ингредиентов все это замешивать резать очищать фрукты поэтому просто купите этот пакет в магазине шведские продукты а почему бы и нет и приготовьте себе своим близким и родным посмотрите как красиво и вкусно все это получается но если вам понравилось мое видео ставьте лайк подписывайтесь на мой канал чтобы не пропустить новые интересные выпуски всем пока и оставайтесь со мной подписывайтесь на мой канал